МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Марина Анатольевна Лушина, начальник отдела аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рязани. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте! С 2009 года в нашем городе действует комендантский час для подростков. На тот момент, когда только принимался этот закон, очень много было шума, все об этом говорили, кто-то был против, кто-то был за. Сейчас все стихло. Вот скажите, комендантский час все еще действует или какие-то изменения произошли? Да, вы правы. Когда этот закон вступил в силу, очень большая проводилась работа. Работа и с родителями, и с подростками. Разъяснялось о том, как действует этот закон, какие основные требования, какая ответственность наступает за нарушения. И вот эта работа, она велась очень планомерно. В каждой школе, в каждом учреждении вот эта работа проводилась. Мы достигли того, что сегодня, мне кажется, каждый ребенок лучше нас проинформирован, что можно, что нельзя, в какое время можно появляться, с кем он может появляться, с кем он не может появляться. То есть у нас население сейчас очень хорошо проинформировано. В настоящее время требования закона федерального о недопущении нахождения детей в ночное время остались в силе. То есть как нашим детям раньше нельзя было в ночное время появляться на улице без родителей, также и сейчас необходимо сопровождение родителей. Произошли изменения. Вы правильно заметили, в этом году внесены изменения в закон Рязанской области об административных правонарушениях. И из этого закона исчезли две статьи – 3.11 и 3.12. Именно вот эти статьи говорили об ответственности родителей за такие правонарушения. Но, несмотря на это, требования закона все равно действуют. И родители теперь привлекаются к ответственности по статье 5.35. Это неисполнение родительских обязанностей. Я думаю, все согласятся, что если ребенок поздно гуляет вечером, находится в ночное время без родителей, это уже показатель того, что родители не исполняются родительские обязанности. Но, конечно, бывают различные случаи. И в каждой конкретной ситуации комиссия внимательно рассматривает подростка с родителями и принимает уже законное решение. А как вообще действует весь этот механизм? То есть кто отслеживает появление подростков в неположенное время на улице? И каким образом дальше вся эта процедура происходит? Конечно, основная масса работы ложится на сотрудников полиции. Именно сотрудники полиции проводят патрулирование, организуют специальные рейды и выявляют детей, которые находятся на улице без родителей. К сотрудникам полиции часто привлекают и родительские комитеты, и сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудников префектур. То есть различные органы, которые также в этой работе принимают участие. Если такой инцидент произошел, подростка задержали, выяснили, кто его родители, составили на родителей протокол по статье 5.35 Административного кодекса Российской Федерации, весь этот материал направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с тем, где проживает подросток. На заседании комиссии рассматривается этот материал и принимается решение о том, на самом ли деле родители не исполняются родительские обязанности, либо это был какой-то единичный случай, что-то там экстренное произошло, а в остальном родители исполняются родительские обязанности. И принимается решение. Санкции здесь по этой статье либо предупреждение, либо штраф. Накладывается на родителей. А штраф в каком размере? Штраф от 100 до 500 рублей. В 2009 году для чего вводился этот комендантский час? И видны ли какие-то результаты с момента, как он был введен? Наверное, во всех областях своя ситуация, но в нашей области результаты очень хорошо заметны. Вводился этот закон именно для того, чтобы, во-первых, предупредить совершение подростками преступлений, потому что по статистике самое большое количество преступлений совершается именно в ночное время. И второе – это предупредить совершение преступлений в отношении подростков. Если их не будет, деток ночью на улице, они будут спать, никто, значит, ничего плохого с ними не сделает. Вот были две основные цели. И если брать статистику за последние вот эти годы, то у нас в городе происходит, да и по области, тоже снижение подростковой преступности. И можно смело говорить о том, что вот именно комендантский час внес в свои положительные такие результаты. Вот что касается подростковой преступности. Если на сегодняшний день ребята совершают какие-то преступления, то чаще всего что это за преступление? Существует какая-то статистика? Да, преступления различные, но самое большое количество из них – это кражи. Да, вот из магазинов, каких-то вещей, там, друг у друга. То есть основное – это кражи. Это самое. А вот помимо комендантского часа, какие еще профилактические меры принимаются для того, чтобы, ну, каким-то образом снизить этот показатель подростковой преступности? Ну, во-первых, каждый несовершеннолетний – это такой же гражданин. И он имеет и права, и обязанности. И от того, как он будет хорошо, да, подкован в правовом плане, будет зависеть и его дальнейшая жизнь. Каждый подросток должен знать свои права и обязанности для того, чтобы и не совершать правонарушений, и для того, чтобы уметь защититься, чтобы его незаконно там, да, не наказали за какое-то правонарушение. В настоящее время у нас в городе проводится очень масштабная акция. Во всех школах профилактические мероприятия. Эти мероприятия проводят сотрудники аппарата комиссии по делам несовершеннолетних. Очень важно, что именно они проводят эти мероприятия, потому что они могут ответить на самые заковыристые вопросы подростков. Потому что вопросов всегда очень много. И, конечно, учителя проводят воспитательную работу, но они не могут ответить именно на такие какие-то каверзные вопросы. Сейчас у нас уже в 63 школах такие беседы проведены. Это где-то порядка более 3000 детей уже беседы эти прослушали. Беседы, думаем, очень полезные и дети хорошо запоминают, потому что нам поступают звонки от родителей. Вот после того, как беседы проводим, иногда звонят родители и говорят, ой, вот пришел ребенок, рассказал. А вот на самом деле и уже у родителей какие-то появляются вопросы. А какие чаще всего вопросы дети задают? Их самих что интересует? Их интересует, могут ли они в Новый год находиться на улице. Очень всех интересует этот вопрос. В какие-то праздники. Мы всегда отвечаем, что никакие праздники не могут прекратить действие закона. Как он действовал, так он и действует. Либо это праздники, либо это простые дни. Потом детям интересно, иногда сейчас совершаются правонарушения с распитием алкогольной продукции. Их интересует, ну вот как доказать, распивал ребенок, не распивал. Вот это тоже очень вопросы всегда спорные. Есть вопросы по курению. Кто-то курил в неположенном месте. Какие штрафы? Действительно, сейчас уже в непосредственной близости новогодние праздники. То есть новогодняя ночь не отменяет комендантского часа. Действие закона, конечно, конечно. То есть дети могут находиться только с родителями. Только со своими родителями. Если они решат куда-то пойти, то они должны быть обязательно с родителями. Потому что у нас, мне кажется, ежегодно происходят случаи, когда дети теряются, и маленькие, и взрослые. И потом мы рассматриваем такие материалы на состоянии комиссии. Пошли на елку. Одни в одну сторону, другие в другую. Кто-то потерялся. Либо дети одни пошли. То есть ни в коем случае детей не оставлять без присмотра. Обязательно держать их за руку и следить, где они находятся. Несмотря на какие-то профилактические беседы, которые проводятся в школах, мы знаем, что все идет из семьи. Вот какая-то работа с неблагополучными семьями, в которых подрастают дети, вашим ведомством ведется? Да. Очень печальный случай, когда сотрудники полиции задерживают подростка на улице, а мама даже не знает, что его нет дома. Мама спит, если есть и папа, если нет, значит, она не знает, дома он не дома. Вот это самый печальный случай, когда родители вообще не в курсе, где их ребенок, ночует ли он дома. Это самый печальный случай. И, конечно, проблема семей, которая находится в группе риска, которая находится в социально опасном положении, она существовала всегда и существует сейчас. Для того, чтобы вообще наша цель, чтобы этих, конечно, семей стало меньше. Но за счет чего их стало меньше? Не за счет того, что мы о них просто не знаем. Мы их не выявили, они где-то живут там, и мы никто не видим их. А именно за счет того, чтобы на ранней стадии эту семью выявить и постараться помочь ей, не доводя ситуацию уже до того предела, когда невозможно будет помочь. В этой работе участвуют все структуры. Это и детские сады, и школы, и поликлиники, и такие соседи сердобольные, и родственники. То есть такой сигнал может поступать отовсюду, конечно, сотрудники полиции. Этот сигнал поступает в комиссию по делам несовершеннолетних, и сразу, ну, чаще всего это экстренный рейд организуется, выезжается в семью, выясняется ситуация, если нужно что-то экстренное предпринимать, какую-то помощь оказывается, она оказывается. Если там не так, все страшно, то уже начинается плановая работа с семьей. Ведется учет таких семей. У нас сейчас в банке данных семей, находящихся в социоопасном положении, 68 семей, в которых воспитывается 135 несовершеннолетних детей. Но это семьи, в которых на самом деле родители, либо они страдают алкоголизмом, либо там еще какие-то проблемы. И работа с ними долгая, кропотливая и, в общем-то, очень сложная. Ну, у всех у нас есть соседи, и, наверное, иногда мы становимся свидетелями каких-то сцен с участием детей, когда понимаем, что семья действительно находится в сложной ситуации. Вот ваш совет, нужно ли нам на это обращать внимание, каким-то образом к вам обращаться, чтобы вы выявили вот эту семью? И как это можно сделать? Ну, конечно. Уважаемые наши рязанцы, конечно, необходимо обязательно реагировать. У нас поступает очень много и звонков по телефону, и письменных обращений, и обращений на сайт администрации. Соседи услышат крики, увидят, что дети не гуляют на улице, там еще что-то, да, и увидят их какими-то там грязными, неопрятными. И соседи обращаются. В этом нет ничего страшного, потому что каждый такой сигнал мы проверяем очень аккуратно и очень корректно. То есть мы приходим в семью, извиняемся, и говорим, извините, пожалуйста, вот поступил такой сигнал. Может быть, соседи ошиблись, но если вам не сложно, давайте вот посмотрим, какая у вас ситуация, может быть, помощь нужна. И, в общем-то, мы всегда благодарны таким неравнодушным людям. Можно позвонить по телефону 25 86 48. Аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если же ситуация экстренная, нужно звонить в полицию и сразу сообщать об этом факте. Марина Анатольевна, еще бывают, наверное, такие ситуации, когда родители не чувствуют себя в силах справиться со своим ребенком. Вроде бы и семья благополучная, но ребенок попал в какую-то компанию, возможно, под чье-то влияние. В этих случаях можно ли обращаться к вам, чтобы ваши специалисты, опять же, помогли каким-то образом ребенку? Может быть, психологи работают, может быть, еще какие-то специалисты? Конечно. Бывают такие случаи. Мы проводим беседы с родителями и говорим, нельзя с детьми жестоко обращаться, нужно то, нужно то. А понимают родители руки и говорят, «А как нам защититься от детей? Что нам делать, если мы не справляемся?» Конечно, в этой ситуации тоже необходимо. Во-первых, использовать ресурсы того образовательного учреждения, где учится ребенок, взаимодействие с классным руководителем, с психологом, с социальным педагогом. Если уже чувствуют все сотрудники и родители, что не помогает, не хватает ресурсов, дальше уже обращаются в различные учреждения, которые у нас в городе существуют. Это и центр специальный, психологический, где оказывается помощь подросткам. Но мы, конечно, замечаем, что больше всего и лучше всего исправляются дети, когда их вовлекаешь в какое-то движение, в какую-то организацию, где такие же подростки, как они. У нас на территории города есть клуб «Успех в твоих руках». Очень эффективно работают дети, которые туда попадают, исправляются и сами потом становятся волонтерами. Марина Анатольевна, большое спасибо, что вы сегодня нашли время к нам в рите. Желаем вам успехов и большое вам спасибо за вашу работу. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова